Всем привет, друзья! Сегодня новое видео, посвященное строительству моего загородного дома. Сейчас я нахожусь на своем новом фундаменте. Это ростверк со сборным монолитным перекрытием марка. Вот эта вот плита. Вот так вот она выглядит. В сегодняшнем видеоролике я покажу вам процесс заливки этого замечательного фундамента. Итак, вот я нахожусь у себя на перекрытии. Уже его практически смонтировали. Уже сетка вот у меня сверху лежит. Стульчики. Вот, стульчики нужны для того, чтобы был защитный слой. Здесь вот у меня лента будет. Здесь у меня будет пристройка. В перспективе, наверное, скорее всего она будет утепленная. Но отапливать постоянно я ее не буду, поэтому я решил немного сэкономить денег. Не стал сделать сборно-монолитное перекрытие на этой пристройке. Вот здесь будет просто деревянное перекрытие, утепленная минеральной ватой 20 см. Вот это вот у меня лента. Здесь сейчас я вам спущусь с перекрытия. Покажу, как я сделал опаловку. Значит, опаловка у меня 3 доски 15 см. То есть, так как у меня лента 40 на 40 см, соответственно, получается 3 доски по 15 см. И тут, чтобы уровень вывести, мы еще добавили небольшой брусок. Сейчас нитку натянем, чтобы когда бетон будем выравнивать, чтобы у нас все это было по нитке. Чтобы было все ровно. Здесь у меня стоит вот такая вот ферма в виде треугольника. Значит, вот этот кол я забил где-то на метр. И к нему прибил два бруска. Один у меня идет под углом. Вот упирается вот в эту арматуру. А здесь вот снизу тоже еще один упор. То есть, получается два упора. Один сверху, другой снизу. Соответственно, арматуру я просвелил дырку вот в этом бруске. И забил ее примерно на метр. Такие фермы у меня идут ориентировочно там плюс-минус через 80 см. И дальше стяжки у меня идут. Вот полипропиленовая труба 16 диаметра. В нее вставляется шпилька 12 диаметра. Стягивается с двух сторон вот такими вот шайбами и гайками. Вот. Тоже это идет у меня через, получается, через 80 см. То есть, у меня получается 40 см идет ферма, 40 см стяжка. 40 см ферма, 40 см стяжка. Дальше. Т-образные углы. Значит, у меня, как я уже ранее рассказывал в предыдущих видеороликах, идет 16-я арматура. Вот. Углы мы стягивали так. Не доводим здесь вот арматуру. И идет у меня угловая. Края у меня идут вот на ближнюю сторону. Середина у меня идет на дальнюю сторону. Здесь у меня идет железобетонная свая. Одну я запустил сюда. Одну от этой свая я запустил сюда. Одну я запустил сюда. Вот. Здесь у меня везде снизу стоят звездочки для защитного слоя. Также вот примерно с таким шагом, чтобы конструкция была жесткой. И когда будем заливать бетон, чтобы вниз ничего не упало. Так же все нахлесты у меня где-то в районе 70 сантиметров. Сейчас я покажу нахлест. Так, 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 так. Вот. Вот нахлест. Значит, идет арматура. Вот здесь вот разрыв небольшой, несколько сантиметров. И стягивается. Здесь вот у меня небольшой разрыв, примерно несколько сантиметров. И соединяется арматурой. В одну сторону он где-то 75-80 сантиметров. И в другую сторону то же самое. 75-80 сантиметров. Вот. Значит, арматура 16-ая. 40 диаметров должно быть соединение. Вот. 40 диаметров это где-то примерно 65 сантиметров. У меня немного даже больше. 75-80 сантиметров нахлест. Вот. Идет хомуты. Ну, вот. Видите, здесь вот у меня идет это. Поэтому балка. Поэтому мы хомут немного сдвинули. А так они идут примерно шагом 20 сантиметров. Хомуты. Восьмерка. Ранее я показывал видеоролик. Вот сдвоенный хомут. То есть в одном месте два хомута. И мы делали вот такие вот загибы, чтобы когда зальется бетон, чтобы он туда-сюда не ходил. Дальше углы. Значит, угол наружный. У меня здесь вот уже на пристройку я опускаю вось 12-ую арматуру, так как нагрузка будет небольшая. Вот здесь вот я залил, ну не залил вернее, а сделал такие уже не железобетонные сваи, а просто пробулел дырку. Вот двухсотая у меня азбеццеменная труба. В нее я вставил небольшой каркас, сделал из 12-ой арматуры. И, соответственно, у меня пристройка тоже из 12-ой арматуры. Вот так вот я сделал перевязку углов. Здесь вот у меня, значит, ну и здесь и здесь у меня, соответственно, арматура не доходит. Вот. Угловая, угловая часть идет вот здесь вот, навнутрь. Здесь вот наружный угол идет по наружной стороне, а здесь вот я сделал переплет. Вот, с этой, с третьей, говоря, арматура идет на вторую, а здесь с третьей тоже идет вот на вторую, только наоборот. Вот, собственно говоря, вот так вот я сделал армированный пояс. Ну и для вентиляции у меня вот тут стоят вентиляционные, канализационные трубы. Вот, когда палку будем снимать, у меня тут будут дырки, чтобы у меня мой ростверк проветривался и не было в дальнейшем никаких проблем. Субтитры делал DimaTorzok Залили мы, короче, первый миксер, 7 кубов у нас. Вот, здесь так вот это все выглядит. Опалубку сделали качественно. Видно, что никаких изменений, ничего такого нету. Все стоит, как и должно стоять. Вот, никуда ничего не отваливается. Вот, даже в углу, видите, как я делал усиление, даже у меня на углах. Чтобы угол не распорывал, вот тут что, ребята, пены прошлись. Вот, чтобы заткнуть все сели. И вот такие вот фермы треугольные у меня тут тоже стоят. То есть все надежно получилось. Спасибо. Спасибо. Вот такой вот небольшой видеоролик. Если вам понравилось данное видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх, нажмите на колокольчик, потому что каждую неделю я буду показывать о том, как правильно и качественно построить себе дом. Всем, друзья, удачной стройки!